Девушки отдыхают 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 Говорят на этих митингах, что в стране наша ситуация очень даже похожа на ту, которая была перед Майданом на Украине, в Киеве. Поэтому не зря эти акции проходят. И вообще, по всей видимости, просто Украина это репетиция. Это репетиция перед тем событием, которое грядет на нашу страну. Батюшка нас все время призывает. Надо нудить себя, заставлять себя. Но тут уже спать-то некогда. Уже нужно проснуться. Проснуться и бодрствовать. Бодрствовать каждый день, каждую минуту. Потому что в раку древние 24 часа в сутки. Желаю поглотить душу каждого из нас. Не только в эти дни, в Четыре десятницы, но и во все дни мы должны бодрствием быть. Думать о спасении своей души. А для того нужно любить ближнего, любить Бога всей душой, стремиться к Нему. Ходить на службу, приносить жертву богоугодную, жертву общения с братьями и сестрами. Весь дверь. Сюда. Или пусть идут. Там люди вышли, которым негде сидеть. Вспомни, уваряющих наших, кто еще остается без внимания. Вчера была Галина Николаевна Кудряцева, а сегодня она заболевшая. Не могла прийти. Просила молитв наших. Анна заболела у нас. Тоже кручена. Сильно плохо ей молитесь. От раковицы Ливия больна у нас. Нестор болен у нас. Николай Польгуев очень болен. Надо, у него сердце плохо, давление сердце плохо. Так, ну вот Надежда Васильевна очень переболела. Володя вроде поправился, а Надежда Васильевна больна. Игнатий Тихонович тут швыркает. Он хорошо, что не слышит. Но за него молитесь, он тоже свалится, наверное. Алла, что-то не позвонили. Она уехала. Болеет тоже. Ну вот. Вадим Попов очень болен. Температура очень высокая тоже. Надежда Андреевна больна. Тоже за него молитесь. Вот так. Остальные все. Лидия Павловна лежит в больнице в РТП. Но сейчас карантин объявлен. Поэтому нигде не пропускают. Но она в больнице лежит. Ну у меня, у меня беда. Беда, знаете, уже давно об этом. Нету опять моего отрока. Не отрока уже, ну уже. Так что духовная болезнь прежде всего. Помогите, чтобы Господь воздвиг его. То есть эти ренте сразу. Библа. Теренте это уже. Да. На этой неделе, то есть завтра, начнем сочтение здесь канона Андрея Критского. Великий покаянный канон. Само название говорит, что это не простой канон. Коротко говорю, если и кто не знает, почему этот канон у него возник. Он подписал в свое время анафему Шестому Вселенскому Собору. Вот бывают минуты затмения. Как помилуй меня Божию. Почему написал Давид? Потому что впал два смертных греха. Этот впал в смертный грех. И тогда через слезы Бог дал ему этот покаянный канон. Этот канон для оглашенных, не для верующих. И уже тысячу лет с лишним, как будто никто не видит. Мне пришлось подкорректировать, возвести его на две ступени. Благодарственные. Это первый покаянный. Помилуй меня Боже. Благодарственные. Слава слове. Да слава тебе Боже наш. У нас считается именно по этим трем ступеням. Некоторые ни разу еще не были. Завтра как раз день такой 23 февраля. Нерабочий. Некоторые вообще не ходят. Никогда не ходили. Не знают. То есть успокоились. То есть это последняя стадия выхода из общины. Я уже знаю. Почему? Потому что если в воскресное служба не ходит 2-3, канон. А что в субботу не ходит? Нет канона. Он не ходит. Это в Потеряевке та же история. На канон не ходят. Ну вы сами подумайте. Почему не прийти-то, когда свободные? На вас глядят другие люди, двинутся. Сказал бы, они где-то рядом ходят в московскую патриархию храма. И этого нет. Просто не надо мне и все это. Вы сами задумайтесь. Принесите покаяние не просто друг перед другом. Перед Богом. Что огня нет в вас. Нет благодати Духа Святого уже давно-давно в этом человеке. Как это не видеть-то? Что бы нигде не совершалось. Я вот вас прошу сейчас. Поднимите руку. Кто знает высшую радость на земле? Ну поднимите руку. Так, пусть скажет человек. Кто поднял? Вот здесь спиной сидит. В чем она заключается? Высшая радость быть со Христом. Самая высшая радость. Высшая радость быть со Христом. Я слышу. Так вот, высшая радость как раз и в том, что человек кается. И радость бывает у ангелов на небесах. Но раз он покаялся, еще неизвестно дойдет или не дойдет. Еще и печаль будет. Дальше-то Евангелие не имеет подложения. И вдруг на этой неделе я увидел, как люди сходят на небо. Кто этого не видел, зайдите ко мне. Сейчас я вам покажу. Как мусульмане казнят христиан, верующих благовестников. Собрали с разных сторон и вывели к Средиземному морю. И там режут им голову. Они принадлежат Копской церкви. Копская церковь это от апостольских времен. У них все есть. И молодые ребята с бородками стоят, все на коленях. И сзади стоят они с ножами, в масках. И они вот первый позвонок, как и лошей, ставят нож. И потом как только дали сигнал, они прорезают. Как бы нервы отключаются. То есть продолжают дальше мучения. Я не знаю, для увеличения мучения или меньше. Патриарх Кирилл написал послание, послал сочувствие и прочее. Я увидел другую радость. Я давно не видел такой радости. Как люди, как и говорил Данил Сысоев, мученики, минуя мытарство, сходят на небо. Вы посмотрите на этих людей, как они стоят спокойно. Они примирились. Больше 30 лет, наверное, нет никому. Негры, там египтяне. И эти сзади стоят палачи. Но, немножко я узнал, будто бы они дали им помолиться перед смертью. Это все по житиям святых. Какие у них лица одухотворенные. И тогда ваше то, что не ходите, вы поймете, вы никто. А вот приедет Антихрист, тогда мы ему врежем. Ничего не будет, ты уже разложился, уже с Антихристом живешь. Придите на покаянный канон, он сломит в дугу нас. Вот эти люди, видно, что они подготовленные. Ни один не отрекся. 21 человек, одеты в одинаковую одежду. И дальше показывают Средиземное море, кровью пенится, идет. Это сегодня выстрелы в интернете. Они все засняли, обращаются с кинжалом в руке, и вам тоже будет. Но у них в Коране не написано казнить христиан. А они нашли выход. Это не христиане, это выродки. Ничего христианского их нету. Никого они не считают христианами в Европе. Думаю, что если бы они достигли нашей общины, они бы остановились. Я так уже думаю, неделю еще молюсь и благодарю Бога за этих коптов христиан. Я говорю, не торопитесь, выйдите, я вам покажу. Своими глазами увидите, как небо отверстие перед людьми. Первые века христианства были наполнены этим. При Анфиме Некомедийском в одном храме, в Некомедии, 20 тысяч, не 20 человек, 20 тысяч. И церковь прославляет этот день торжества, день радости. Но сатана обманул этих мусульман. Они режут всех. Они суниты. У них разделяются суниты и шииты. Они шиитов казнят. Всех мул, которые поступают не так, как они. Сейчас что? Конечно, на них будет охота найти. Ничего этого не надо. Надо только молиться. Это бич Божий пришел. Пришел для нашего спасения. Говорят, нужно учиться болеть. Если не знаете где, познакомьтесь с Сергеем Козловым. Учитесь болеть. 12 лет парализованный, как один день. И как он полезный. Он делает то, что трем мужикам сегодня ходящим не сделать. Программистам. Он все делает абсолютно. И движется только один, плечом движется. Батюшка у него там был. А теперь и учитесь умирать. Умирать вот как эти умирает копты. Я каждый день сейчас смотрю на их лица. Помолитесь о нас, грешных. Вот только что я могу сказать. И патриарх Кирилл об этом как раз и говорит. Не надо думать, что мы одни спасенные. Это церковь настоящая, имеющая рукоположение. Имеющая благодатные таинства. Копская церковь. Я всегда говорил. Католики, православие, бригария армянско-апостоличные, копты и сирийцы. Вот пять. Которые имеют рукоположение всех времен. Вы берите время. Поговорите сами между собой. Придите завтра. Ну, там дальше не можете. Мы сместили, чтобы могли приходить. Сколько дней приходить? Четыре дня? Четыре. Четыре дня. Попросите Бога зажечь вас этот огонь. Ведь не ходите никуда. Дома сидите. Вытряхнет Господь из домов. Вы приговорены уже. Вы даже не понимаете. То, что сказал Виктор Андреевич, он сказал мало. Одновременно пойдут Китай, пойдут мусульмане, а они в один день поднимаются. Из жилищ нас выбросят всех. И как вы пожелаете прийти в храм, и никого уже не будет нигде. И главное, остановились, зацепились на этом стоят. Воскресное богослужение два-три раза подряд безуважительные причины. Ты вне церкви. Вот это еще держится. Потеряевки были такие, ни одного нету. Потому что это обман. Первые христиане, написано, ежедневно собирались в церкви. Ежедневно. И преломляли хлеб. Что это? Причастие было, не причастие. О другом речь идет. Я об этом говорю. Прошу. Соболезную, тоскую. Почему не ходите? Некоторые больше года не причащаются у нас. Не идут на исповедь. И считаются верующими. Вы давно вне церкви. Переломите себя. Да, согрешил. Да, дыра черная, говорится, втянула тебя. Но подойди к батюшке. Ну, я говорю, вы слышите, именами-то я не называю. Ну, сами-то понимаете, что о тебе речь идет. Церковь православная, это любящая мать. Как она все устроила. И все так формализовали теперь. Вроде бы есть, и вроде ничего нет. Сделали каких-то манкуртов из людей. Совершенно своего мышления нет. Я должен быть со Христом. Правильный ответ подошел. Быть со Христом. Но быть со Христом не только здесь, но и в вечности. Многие потерпели кораблекрушение в вере. Многие. Павел говорит, в вере. То есть они плыли, но не доплыли. А о многих, говорю со слезами, стали поступать, как враги Креста Христова. Враги. И они этого не знают. Они думают, что они верующие. Я же прихожу в воскресенье. Давно уже врагами стали. Я говорю о Павле. У нас-то таких нету. В России вообще таких не бывало. Это там. В первоапостольских временах такие находились люди и огорчали Павла. Мы спасены в надежде. В надежде. То есть мы надеемся. Когда написано, праведник едва спасается. Праведник. А нечестивый грешник где явится? А это все грех отступления. Праведник едва, то есть он старается, бьется. И все равно едва-едва спасается. Ну вы услышите, что я говорю? Я говорю это не от того, что хочется говорить. А я не могу не говорить об этом. Я вас по именам всех знаю. И конкретно о вас молюсь. Но с места не сбегается. Почему ожерели? Без страха уточняют себя. Туком оплыли. Вытряхнет Господь. Все это. Будем искать крошки под столом, где сегодня роняли. Между собой, родные, близкие, поговорите и скажите. Мы на спасение надеемся. Это жизнь ресталища, стадион, олимпийские игры. Многие бегут, но один получает награду. Я в это число один хочу войти. Один. Ты не сможешь ни свидетельствовать, ничего. Будешь, что попало плести, когда придет время. Почему нет там Духа Святого? От лживой мудрости. Все это, как сегодня, то, что учат в семинарии и прочее. Они ничего не знают. На этой неделе мне возбегает один и говорит, отговаривает, чтобы не ездил к вам креститься. И нашли правила 6-го Вселенского собора и 2-го, где говорится, нельзя перекрещивать. Я посмотрел, но я знаю эти правила. Да, действительно так. А о чем говорится? Даже Ариан не перекрещивали. А остальных там 10-20 перекрещивали, потому что Ариане имели рукоположение и крестили полное троекратное погружение. Вот и все, больше ничего нету. А остальных, а остальных-то, которые не имели рукоположения, всех перекрещивают. А которые не в 3 погружения, мочения, всех перекрещивают. Это надо видеть там, что написано-то. Там перечисляется пупазиане, каких только нету. Отошел. Я тоже видел этот сюжет. Вот до этого были сюжеты, когда показывали казнь теми же мусульманами, этими суннитами, англичан, других. Там не было такого, как здесь. Это были другие лица совершенно. И видно было, что они молились до последней минуты, до последней секунды. Они произносили слова молитвы. Это видно было по движению губ, по выражению лица. Да помолятся о нас эти святые, пострадавшие во имя Христова. У кого еще есть слово? Доченька, да? Значит, у первого дня поста начинается с завтрашнего дня. Как говорили, что первые четыре дня, понедельник, вторник, среда и четверг, за вечерним богослужением в храмах молится канон, великий канон Андрея Крискова, покаянный канон. Об этом уже напоминали. В следующий раз буду я, значит, 7-го, 8-го марта. Поэтому готовьтесь, кто к исповеди. Так же, как всегда, вечером, в субботу будет исповедь. Готовьтесь. Значит, сервис в воскресенье. Первый я буду там, думаю, потеряю. 8-го, 7-го, 8-го буду здесь. 7-го числа, ну, я не знаю даже, 7-го числа там поминовение усопших. Может быть, мы просто литию в воскресенье осложим, чтобы вам не хотелось бы. В субботу только пришли, уходите, опять идти. Поэтому ничего, вечером, в субботу, как обычно, только в субботу вечером будет богослужение. У нас так. Ну все. Ко мне какие вопросы есть? Давайте. Никаких. Ничего нет. Престарелые люди, простите, пожалуйста. Ну? В отношении пищевого режима. Что? Ее, еда и все остальное. Что кушать? Да. Что кушать? Великий пост. Каши. Мясная, молочная, вся скоромная пища запрещается. Вот и все. В том числе и рыба. Да. Масло растительное и вино в субботу, воскресенье. Это по уставу. Это по такому уставу, чадящему, как сказать, мирскому. А если более, то там первый, второй день там не ямы, среду только сухо ямы и прочее. Поэтому такое, вся скоромная пища, значит, воздержание. То, что говорят, по радиус слышу, передают, что начинается великий пост. И дальше говорит оно. Есть, говорит, такое, что если там кто-то болящий или престарелый, или молодой до 14 лет, или беременная женщина, то разрешается вкушение молочных продуктов и куриный бульон. Это так по радиусу говорят. Готовят православное. Великому посту. Значит, еще раз, скоромная пища вся запрещается. Рыба только будет в этом году, только на верную. Благовещение. Потому что благовещение приходится на страдцовое семейство. А не в один день, да? А в год получился. А в год. Да это и понятно, 23 февраля началось. Наедайтесь сегодня. Один раз будет только рыба. Все, растительное масло в субботу и воскресенье. Кушайте с благодарением. Сегодня разве можно уповать, что покушать? Столько всего. И овощи, и фрукты есть, и макароны. Ну, гречку можешь не брать, и все дорого. Овсянка дешевле. И пшеничная подешевле. Да. То есть есть, что покушать. Ну, что уже так будет? За это что? А вот я если начну, то вроде бы это... Читал я как-то «Жития Иоанна Кронштадтского». И там описывает, что он заболел. И заболел очень тяжко. Можно сказать, что почти смертельно. Ну, и когда он в больнице, его, значит, госпитализировали, врачи говорят, а как раз было наступление Великого Поста, врачи говорят, срочно нужно, там, куриный бульон, там, и прочее, что там, стерлядку, там, это такое, чтобы поддержать. Он говорит, я не могу, я спрошу благословение у матушки. Не у своей, а у матери своей. Ну, а тогда же я послал телеграмму. Ну, это будет. Ну, я, говорит, подожду. Телеграмма приходит. Через сколько-то дней приходит телеграмма и говорит, сынок мой, я тебя благословляю, но нарушать пост не надо. Не благословила. Ну, и что? Ну, и я, говорит, не стал, как врачи не наставили, не стал. И ничего, пошел на поправку, на поправку, и поправился, и дальше продолжал служение. Вот так вот. Вы слышали сегодня, что, какое нам слово сказал Иоанн Златоустый? Смотрите, люди-то были совсем, они ничего не признавали, но когда они наложили такое на себя, как, скажем, вредище, пост, я представляю, что пост, я если даю в обыкновенное время баранам покушать, а что-то задержался там 2-3 часа, я в это время им не дал овса. На всю деревню уже, а-а-а, крик идет уже, просят. А это, представь, 3 дня. Не поить и не кормить, скотинь, это что там был, какой рев стоял-то? Там же и овсы, бараны, валы были, коровы, все же блеяли, мычали. А у всех скотина же была, не по одной корове, ясно, что было, это целая стада, и все это было. Это какой был? Как скотина-то вопияла? Три дня, не один день, а три дня не кормили и не поили. Я так представил себе, что я, это вообще... Это не для слабонервных. Да не для слабонервных, это не для слабонервных. И люди-то все, ребятишки, никто не... А сегодня, если, говорит, сочельник, да, звезды, ой, я, наверное, не выдержу, да, первые звезды, это тяжело не выдержу, наверное. А там все выдержали. Был приказ от царя, три дня ничего никому, ни детям, ни... И что? Помиловал Господь. На какое-то время еще помиловал, а пророк ждал, когда будет там это. Опечарился, что не было этого. Не случилось наказание от Бога, опечарился сильно. Кто не исполнил сил правительства. Поэтому Господь тогда нас, говорит, сам милует, отвечает, а когда мы это делаем от всего сердца и от всей своей крепости делаем, тогда и получаем, просим. А если так, как говорится, только махнул рукой Господи, помоги, и побежал дальше делать свои греховные дела, то нет, что-то не помогает, наверное, что-то это... Нет. Он не дошаманил. Да. А чтобы молитва наша, говорит тот же святитель Иоанн Златоустый, чтобы дошла, говорит, до престола Божия, в молитве нужно приделать два крыла, чтобы она долетела. Это пост и милостыня. Тогда молитва наша поднимется к престолу Божию. Аминь. Аминь. Продолжение. Можно вопрос, Валючка? У нас вопрос, вопрос. Вопрос. Да у меня тут беда случилась. Я тут крестик потеряла. Что? Крестик потеряла. А как ты могла его потерять? Он у тебя на цепочке был? Он у меня на веревочке был. Ну? Но я в магазине примеряла кофточку, через верх сняла, и где-то я обронила. Крестик надевайте так, чтобы его можно было снять вместе с головой только. Ну вот я уже теперь сейчас сделала. Капронову Ниночку и так, чтобы если даже кто-то хотел вас снять, то только с головой вместе мог снять. Вот так. А то я в баню пошла сняла, я вот пошла там купаться, сняла, там посла кофточку мерить. Ну да вы что такие, да кто же так делает-то? Ты сняла эти минуты, ты уже находишься без охраны. Но когда священник освящает крест для ношения на персик, то там такие, что он служит в помощь тебе, в заступлении от зла, от демона, когда ты носишь на себе его с верою в распятом на нем Господа Иисуса Христа. Тогда крест этот имеет силу. И крестное знамение также имеет силу, когда ты совершаешь его с верою в распятого на кресте Господа Нашего Иисуса Христа. Хорошо, поправим это дело. Можно еще, Батюшка, вопрос? Дело в том, что я его вечером обнаружила, что его нет у меня. И я так испугалась, что у меня был где-то кем-то найден и лежал, хранился чужой крестик. Я сразу взяла его на дел, чужой. А потом мне люди говорят, ты что наделала? Разве можешь чужой крестик надевать? Ну ладно, все, дело разрешено. И что мне теперь делать с ним? Я у меня... А что за люди-то тебе сказали? Я тебе дам освященный крестик и все, успокойся, все. А что мне с этим делать, который я наделал? Ну, освятите этот крест и все, ну, Надя, ну что-то как будто не знаешь. Ну, освятите у батюшки этот крест и все. Этот же крест даже можно освятить и все. И все, по граммам будет решена, если уж говорить об этом. Я хочу вернуться к посту. Задал вопрос, а я возглавляю, что еще нас задают вопрос. Наши задают вопрос о посте. Ну что, мы будем ждать. В народе говорят, да мы сейчас постимся. Ничего себе постимся. По посте, я с уверен. Да. Командировочные задают-то вопрос. Мы будем ждать, когда в Донбассе вот нашли людей, которые от голода умерли. Замерзли. Будем такого поста ждать. Ага. Это понятно. Несет. Ну, значит, обидеть. Спаси Христу. На. Батюшка, а скажите, ничего не слышно от священника, вот, в Романово? В Романово. Или от... Вчера я разговаривал с Романово, он болеет, даже не служил. Сильно все гриппуют там, говорит, всю неделю. Болеет, сильно болеет. Все. Вот так ничего, все нормально. Епископ сегодня будет проводить службу прощенную в Покровском соборе. Если кто хочет идти попрощаться, попрощайтесь. В Покровском соборе будет. Служба там с 4 часов. Все. Ну, остальные все здоровы. Я приглашал их, хотел к себе их пригласить на 3 февраля, на день моего выгоположения. Такое положение, да. Вот. Но этого благочинного в Барнауле никакое совещание было. Тюменский, Мамонтовский тоже. А Завьяловский собирался ехать и накануне этого дня. У него случилась авария с машиной, там, побредили машину. И все, и так все. Никто не сможет. Никто не сможет. Ну, вот так вот. Такие сообщения все. Ждем весны, значит, да? Да. Вот сейчас, батюшка, можно еще снять мнение такое? Вот сейчас снег хорошо, плотно лежит. А туда вот ближе к весне, когда он будет рыхлый, тогда уже сложнее ездить. Кому? Ну, на благовестие. И поэтому, когда вот он, отец Олег, выздает... Ну, куда ты по снегу? Какое благовестие ты куда собралась по снегу ездить? Ага. Нет, ну сказали же уже, весны ждем. Какое? Чесной-то. Нина Александровна. Зачем вы начинаете дальше? Ну, какое? Ну, что говорят, что снега ждем, что ли? Непонятно. Куда по снегу поедешь, когда будет таять? Мы даже никуда, уже тогда, когда тает, уже даже братья наши, которые должны выезжать, они не выезжают, ни на чем уже не проедут. Воды много будет. Ни на машине, ни на снегоходе, ни на чем, когда воды будет, должно быть много. Никуда не ехать, никуда не ехать, сидите пока дома, молитесь, опухайтесь, все. Все, благовестие у меня. По городу едете, в автобусе где благовествуйте. Спаси Христос за молитвы. Грумче. Ездила в Казахстан к родным. Молодец. С мамой поговорила, но там все закрыто. Категорически встала, нет все попы такие нехорошие, всякие, немазанные суфи. Но схотелось узнать, действительно ли это так, пошла в ближайший храм. А ближайший храм у нас находится в Старом Городе, в крепости. Там отстроили новый собор, которого я еще не видела. Раньше-то я, конечно, ходила, там был маленький соборчик, как раз за крепостным. Троицкий, город Каменогорск, а собор Свято-Троицкий. Там раньше был небольшой такой храм, он прятался за крепостным валом, его не было видно. А сейчас огромный, огромный собор сделано. Вот вы правда тогда говорили, зашла и порадовалась, какое у нас безыскусственное пение, и какое же там оперное пение, до какой же степени. Непонятно. Безголосый священник стоит, проповедует. Люди, которые хотят слушать, они столпились, они впритык встали, друг дружки, и ничего не слышно абсолютно. Вот до такой степени впрессовались люди, видно, хотят услышать. Они слышны. И как будто специально, не знаю, священник, дьякон идет с кадилом, накодили вот эти колокольчики. Они даже хор заглушают. Вот до такой степени они звонят, что не слышно абсолютно. Но люди, что самое интересное, мне дали дезинформацию, сказали, что служба начинается с 8. Я пришла раньше, конечно, в 8, народу уже было много. А служба начинала с 9. Все встали и стояли. Никто не ходил, свечки не передавал. Дьякон идет с кадилом, никто не поворачивается. Они освободили на место. Все стройно стояли. Людям жаждали услышать вот это слово Божие. Священник вышел. Которого не было, да? Нет, было. Но слышно не было абсолютно. То есть акусты колокольчиков? Нет. Такой безголосый священник. Хотя был рядом голосистый дьякон, который заглушал всех. Безголосый священник читал. Мама меня зовут Ольга. Сейчас она в больнице. Добразумит ее Господь. Там она сейчас у меня, парни, позвонила, что попала в больницу. Там, скорее всего, развился томбра тромбофлебит. Тромб закрыл сосуд где-то на ноге. И она сейчас лежит в больнице. Не в камере? Я живу. Да, она сейчас весит 38 килограмм. При моем росте и комплекции она похудела настолько, потому что там эрозия, язвы, точнее, язвы 12-пешной кишки и плюс сильнейшая ритмия. То есть она тоже ходить не может. Ольга. Ольга. Пожалуйста, помолись. Она звонит мне. Где-то что-то я такое согрешила. И там старалась, и там-то старалась. Я когда начинаю с ней говорить. Не верю я этим священникам. Не верю этим папам. Ты не веришь. Ты Богу веришь. Ты Богу веришь. Ты Богу веришь. Ты ты с вещением, так ты веришь. Там как не хочется есть еще, чтобы ее макиям. Хотя бы с поведой. Но даже ребятишки на день рождения образок Святой Ольги привезли. Нету ни крестика, ни образка. Хотя крещённая, не принимает крещённая. В смысле крещённая и не крещённая? Она постоянно не подчёркивает, что крещённая? Не, ну крещённая и не крещённая, надо же раха за камень и заводить. Ещё, братья и сёстры, меня отправляют начальство на учёбу, семинар в Екатеринбург. Поеду на поезде, скорее всего, в следующее воскресенье, потому что я не поняла, то ли он со второго марта начинает, то ли второго марта мы поедем. Я не видела ещё билетов, но билеты уже есть. На сколько? На неделю. На поезде поедем. На сколько? На неделю. Там у нас плен репродуктор, который поставляет нам родительское стадо. Да, и очень интересно, откуда они? Говорят, из Голландии? Да, учить будут. Вместе с дорогой будет неделя. Да, вместе с дорогой будет неделя. Всё оплачивается. Да. Так, заканчиваем занятие. Тратится и занятие. Так, ещё. Значит, четыре часа завтра. Четыре часа. И в остальные дни до четверга с шести часов будет. Ждём рабочих людей. Кто после работы сможет? Успевайте. Так. Шести часов. Завтра четыре. В авторник. В авторник, в среду и в четверг с шести часов. Специально для тех, кто работает. Так что там, если у кого немножко время, отпрашивайтесь. И все милости просят на покаянный канун понедельник. Да, братья Светлана, пожалуйста, у меня радость большая. Я ведь теперь не бомж. Я не бомж и дети. Гражданка России. Нет, гражданка России давно была. А у меня теперь прописка. Прописка. У меня теперь... Аллилуйя. Дачное амнистие, да? Да, дачное амнистие. Амнистирую меня прописали. Вместе с ним. Домовая книга на руках. Хотя дом не застроили, но прописали. Правда, адрес интересный. Участок, находящийся в пятьсот шестьдесят четырех метрах по направлению юго-запад. От дома, поселок Ресной, дом двенадцать. Поселок Ресной, дом двенадцать? От ориентира, поселок Ресной, дом двенадцать. Актера паспорта. Это Путин уже, видать, сказал. Ну там чужие. Достойно есть я ко истину, Блажите Тя Богородицу, Присоблаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херувим, И славнейшую, без сравнения с Серафим, Без искрения Бога, Слово Родшую, Сущую Богородицу Тя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашественных племенников, От внутренних расприй, от беззакония, которое в тайне. Останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, Чтобы принимали мудрые законы, И всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, Чтобы божественная любовь Твоя Коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, Пусть покаются в непряжении Своем, И проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией, За то, что оставили Тебя и Слово Твое, Изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, владыка жизни, Что сокрыли имя Твое Бог и Иегова. Дух Святой да наставит нас Не признавать никаких иных богов в опия, а во Отче. Господи, научи нас семикратно в день Прославлять Тебя за суты правды Твоей. Тебе хвала, слава, чести и поклонения, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Сейчас я деньги принесу. И распишись там. Виктор Андреевича благодарность. Это он сделал мне игрушку такую. Слушай. Это запасные батареи. Вот одна вот эта батарея. Немецкая. Швейцарская такая. Как братья. Музей. Ну, прошел от перекрепляющей. Так, ну вот ты соб Whoa. Аминь. И вы его увидели, потома . Уже головой ездили.